Дом, в котором мы сейчас находимся, был построен в 1820 году. Стоит он на улице Вознесенской, обращенный лицом на новую хлебную площадь, которая стала застраиваться с большим опозданием после проектного плана 1812 года. Первые отводы земельных участков были сделаны здесь в 1819 году, через 7 лет после утверждения Александром I генерального плана Вятки. Место этого дома принадлежало некой Марфе Краевой, губернской секретарше, жене губернского секретаря Краева. Соседние места были заняты такими же, как она, домовладельцами, среди которых был еще один чиновник, а почти все остальные находились в звании мещан. В конце XVIII века стало очевидно, что городу Вятки тесно в предложенных границах плана 1784 года. И губернский архитектор Филимон Миркоч Росляков высказывает идею о расширении города к югу. Осуществить эту идею он не успел. Генеральный план выполнил его преемник Евстафь Иванович Родионов. По этому плану предполагалось освоение регулярными кварталами южной части города за рекой Засорой. План Евстафьи Родионова был отправлен на утверждение в столицу, в Петербург, потому что все генеральные планы должны были проходить комиссию. Этот план был очень тщательно рассмотрен, откорректирован и прислан в Вятку в 1812 году за подписью Василия Ивановича Гесты. Он руководил комиссией по переустройству всех городов России. К этому плану Гесты предложил, кроме основных идей, он предложил и конкретные разработки каждого квартала. В 1810 году вышло постановление о том, чтобы ни одно строение в городе не производилось без генерального плана. По альбомам, которые тоже уже были выпущены, заказчику предлагалось место, фасад здания, выбранного по определенному проекту, границы участка. Марфа Краева выбрала проект, который соответствовал ее достатку. Это скромный достаточно дом на семь окон, полутораэтажный и флигель тоже на семь окон, но одноэтажный. В 1819 году был оформлен отвод участка, который подписал губернский архитектор Николай Андреевич Андреевский. Она не достроила этот дом. По каким причинам, трудно сказать. Больше мы ее фамилию среди обывателей в Вятке не встречали. Возможно, уехала эта семья. А дом был куплен одним из известных уже тогда в Вятке купцов. Николай Васильевич Рязанцев, строитель этого дома после Марфы Краевой, относился к роду знаменитому на Вятке, имевшему свое начало еще в XVII веке. В XVIII главой этого рода был купец Филат Рязанцев, дом которого стоял на Московской улице и построен был там по проектам Рослякова. Этот род торговал с архангельским хлебом, салом. Рязанцев продолжил строительство дома. Вероятно, он купил ее в состоянии так называемой черной постройки, когда коробка здания построена только, и выполнил все отделочные работы. Вот окончание этих отделочных работ и относится к 1920 году. Выполненный в классическом стиле, внешне дом был очень простой, как того требовал регламент. А внутри он располагал к семейному уюту. Детские окнами смотрели в сад, гостиная и кабинет хозяина на Хлебную площадь. В доме удобно, тепло, душевно. Здесь все для всех. Дом не перестраивался почти 50 лет. Видимо, в этом не было необходимости. Принадлежал он все тем же Рязанцевым. Менялись хозяева. Дом переходил от братьев к сестре, затем к ее детям. И только в 1868 году назрела необходимость в расширении дома. Может быть, это побудило хозяйку Надежду Матвеевну Рязанцеву заняться очень серьезной перепланировкой дома. А может быть, ее вдохновила картина, которую она видела из своего окна. Ведь на площади за это время вырос Александр Невский собор. И все вокруг обстраивалось новыми зданиями. На застройку Хлебной площади очень сильно повлияла длившаяся 25 лет постройка Александра Невского собора по рисунку Александра Лаврентьевича Витберга. Богатые купцы стали отделывать фасады так, что эта отделка была похожа на отделку Александра Невского собора. Известно, что при отделке собора было использовано очень большое количество резной опоки. И вот купец Яков Алексеевич Прозоров ставит в 1871 году дом, который известен под названием Красный замок, на отделку фасада которого затрачивает громаднейшую сумму – 3000 рублей. Вслед за ним строит свой дом Надежда Савинцева, не такая богатая. Она, тем не менее, отделывает фасад под резьбу по мягкой опоке. Дом купца Давида Микулина построен на южной окраине площади и был интересен и известен крыльцом, у которого все – и колонны, и коротенькие ажурные балочки были сделаны из чугуна. И вся последующая история площади заключалась в замене первоначальных мещанских домов более богатыми домами купцов. Переустройство продолжалось четыре года. Со стороны двора дом стал выглядеть двухэтажным. Появился мезонин в три окна. Карнизы, лепные гирлянды в нишах изменили облик здания. Слуховое окно на фронтоне мезонина казалось особенно нарядным. С западной стороны к дому были пристроены каменные сени. С южной стороны – терраса. Главный жилой этаж сохранил анфиладные сообщения парадных апартаментов, обращенных окнами к хлебной площади. В центре дома появился вестибюль, из которого деревянная лестница вела и в мезонин, и в полуподвал. Погребной этаж сохранился в первозданном виде. Здесь размещались людские комнаты, кладовые, чуланы. Сводчатые перекрытия – свидетели не только почтенного возраста дома, но и первоначальной планировки. В зимнее время со двора под своды погребного этажа перемещалась кухня с приспешной буфетной, откуда кушанье подавались господам во вседневную столовую. Около 1908 года, точнее дату вряд ли можно назвать сейчас, собственником этого дома стал еще один купец, который относился, наверное, уже к третьему поколению ляцких купцов с начала 19 века. Это Александр Денисович Зонов. Ему это место, видимо, очень нравилось. Я так говорю, потому что почти напротив, так, наискосок от нашего дома стоит, да нет, не стоит, стоял до последних дней одноэтажный деревянный дом, имевший номер 100. Он сгорел летом прошлого года. Так вот, этот дом в 1908 году и построил на купленном небольшом земельном участке Александр Денисович Зонов. Через несколько лет, сначала в 1910, а потом в 1914 году на этом участке Александр Денисович Зонов построил молельный дом из двух зданий. В 1912 году сбывается давнишняя мечта купцов Зоновых. А вдовевшая Мария Евграфовна Рязанцева наконец уступает им дом на Хлебной площади. Молодой Зонов Александр Денисович очень активно приступает к переустройству дома в корне. Он переделывает здесь все на европейский лад. С северной стороны пристраивается входная группа. Осваивается пространство под крышей, где вместо мезонина появляется мансарда, несколько уютных комнат для младшего поколения. Прихожая решена очень оригинально в виде подиума с одномаршевой лестницей. Рядом туалетные комнаты, очень стильные, с новейшим оборудованием. Для хозяина пристроен представительный кабинет с тройным окном, обращенным на собор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все комнаты жилого этажа, в зависимости от их назначения, отделывались согласно общепринятым правилам. Гостиные в стиле ренессанс, столовые в русском стиле, будуары и дамские кабинеты в стиле рок-о-ко. Все гармонично, все отвечало вкусам и запросам хозяев. По воспоминаниям Анастасии Михайловны Валиотти, мамы художницы Татьяны Дедовой, обстановка дома выглядела роскошно. В 20-е годы еще сохранялась отделка стен деревянными панелями. Плафоны кабинета и зала украшала живопись, парящие музы в гирляндах цветов на фоне голубого неба. Стены комнат были расписаны в технике гризайль, имитирующей лепнину. Последний владелец украсил парадный этаж своего дома новыми печами, облицованными рельефными изразцами. Терракотовые изразцы, выполненные в причудливых формах барокко, играют живыми оттенками коричневого, кремового, красного цветов, имитируют деревянную резьбу. Пышность отделки интерьеров созвучна характеру архитектурного облика дома. Здесь использованы декоративные приемы стиля модерн. Контрасты и нюансы линий и форм, строгость и живописность, простота и вычурность, гармония и динамизм – в этом весь модерн. И все работает на полифоническое звучание фасадов. Новые одежды дома воспринимаются мерцающим многоцветным ковром. Дому 180 лет. Уникальность дома Марфы Краевой в том, что в нем воплощены черты раннего и позднего классицизма – модерна. Дом ценен как памятник архитектуры и градостроительства XIX – начала XX века, как часть ансамбля несохранившейся в Хлебной площади. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok